Я ввела в заблуждение группа Сектор Городов сейчас готовится. Она готовится к концерту на дискотеке Старый Завод, и в нашей студии только ее лидер, вокалисты группы. Да, раздуваться приходится мне одному. Ну, кстати, я жду вопросов. Вот у нас уже даже есть вопрос, мне пока тут, но небольшое уточнение можно внести. Как правильно называть поп-группа, рок-группа или как-то еще? Скорее всего называть южин-группу. А суть такой, южин это склад стилю, есть такой стиль на Западе, где и пользуется музыка из всех направлений. Ну что ж, прекрасно, музыка из всех направлений сегодня будет, обязательно будет в нашем эфире. Мы покажем вам несколько клипов группы Сектор Городов. Но сейчас телефонный звонок, алло, мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Извините, я как-то вернее, можно мне вопрос задать? Ну, конечно, зачем вы звоните тогда? Ну, вот коллекционный кассет продают в Сектор Газы. Как это? Что это такое? Ремиксы? Это просто выпустили в честь южин-группы. Нам исполнилось 10 лет. Такое южин-гибелейное издание на двух дисках. И те, в это время будут покупаться только они. Тех архидисков производства, те диски уже неяли. Ну, и так для прикола разбавили их ремиксами. То есть, каждый диск ставили по одному ремиксу. Хочу так сказать, что в ближайшее время мы хотим сделать целый диск ремиксов, такой а-ля Киклота. Типа небольшой такой отход от темы. Я вообще не считаю, что это будет новый альбом. Это просто такой эксперимент. Может, кому и нравится сектор, и кто хочет плесать под него, то я сектор и буду вставать его диск. А вообще, я надеюсь, к осени выпустить очередной альбом под кодом Наланин «Бедный Гурик» или что-то подобное. Это про себя, да? Вот, может быть. Автобиография своеобразная. А, понятно. Юрий, вот вопрос. Скажите, вам в этом часто приходят общаться с журналистами, поскольку группа что-то известная? И какой у вас вопрос больше всего может возражать? Ну, он сегодня же задавался, как вам нравится, что вы поедете нецензурно вранью, а также, почему вам не кажется ли, что вас слушает малолет, и вы к чему вы ее учите? Вот эти два вопроса для меня самые ненавидные. Я как-то замучил с нами отвечать и говорить, что кому не надо слушать, вот пусть не слушает, а молодежь у нас сама знает, что ей слушать, и она сама едет в жизнь, которую я просто как в зеркале отражаю. Что же я понял? Тогда я задам вопрос тоже из разряда традиционных, которые обычно задают журналисты. Тем не менее, вы о нем ничего не сказали, как все начиналось, как создавалась группа «Сепергауза», и нужно сказать, можно ли об истории. Группа образовалась в 87-м году на базе воровинцевого рок-клуба. С тех пор она выпустила 11 альбомов, 8 лет уже заставили в стране, а также собирает выпустить еще ценную политику, пока мы живы-здоровы и покажем об этом все эти усердные. Ваш команды, естественно, в городе, средства, 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 средства. Это музыканты, какие песни, музыкальные образования, а вот из вече немало. То есть нормальные музыканты и хорошие ребята. Коллектив создавался, не дам, они таки долго, много поменялось. Кто-то ушел по своим личным причинам, кто-то скинулся, кто-нибудь указывал свое. Ну где-то уже порядка 4-х лет существует вот этот коллектив, который в данном моменте существует, и я надеюсь, он меня вслужит, не будет. Мы скоро посмотрим клип, в общем-то, наверное, многие знают его, и группа это скандально, я бы даже сказал. Киевы в жизни. Да, мы знаем, мы действительно третяемся от всех остальных. Просто у нас такая работа, мы музыку... Понятно. Ну что ж, давай посмотрим клип. Сейчас, если я не ошибаюсь, будет колхозный пак. Вот с Юрией Хой сразу же ассоциацией «Почему-то колхозный пак». Вы были паками когда-то? Да, до Сима Хосилипсу у меня было 27 лет, сейчас мне 33, но, конечно, старел. И, не лозряя, немного упаковывал в другое направление. С панками в детстве были фактически все. Так, что они там написали гребни, не обязательно сидели кресли в ушах, но в душе были все почему-то такими революционерными. А потом с возрастом все меняется. И поэтому сейчас мы в душе только остаемся панками, а снаружи не обусловленные и традиционные линии. Ну что ж, Юрий Хой, Юрий Клинцев, Юрий Николаевич Крискинхов, в образе колхозного панка в эфире негосударственной телерадиокомпании «Эхо».